Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим Кипячка в Амазонке Климатический обзор за неделю Пример доброты от Александра Булгара Пальмы — хорошие учителя во время стихийных бедствий В 2011 году Андрес Рузо, геофизик из Перу, открыл уникальное явление в Амазонке — Кипящую реку длиной 6,4 км Вода в реке горячая и местами достигает 86 градусов по Цельсию Если живое существо попадает в реку, то сваривается в ней заживо Самое широкое место реки составляет 25 метров А максимальная глубина — 6 метров С детства Андрес хотел открыть необычную реку Которая как будто бы подогревается снизу большим костром О которой ему поведал дедушка, рассказывая об испанских конкискадорах В лесах Амазонки Веря, что река и вправду существует Он отправился на ее поиски Хотя для окружающих его идея была смешной и нелепой Тем более, что предпосылок для этого никаких не было В этой части Перу отсутствуют вулканы, которые могли бы подогревать так воду И к тому же, по мнению окружающих, все давно уже было открыто учеными на планете Обнаруженная река является священным местом для местного племени Ашаника С древнего языка название реки Шанай-Тимпишка переводится как нагретая теплом солнца У самого истока вода холодная Но по мере течения, смешиваясь с горячими истоками, сильно нагревается А затем ее температура снова понижается 23 сентября, Россия Проливные дожди вызвали подтопление улиц городов Анапа и Геленджик, Краснодарского края Испания На острове Гран-Канария лесной пожар, начавшийся 20 сентября, уничтожил 2000 гектаров леса Эвакуировано 800 человек Индонезия Из-за увеличения сейсмической активности и возможности извержения вулкана Агунг На острове Бали из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы 144 тысяч человек Вануату На острове Оба произошло извержение вулкана Монара Эвакуировано 8 тысяч человек В результате пеплопада гибнут деревья и урожай Загрязнена питьевая вода США В округе Ориндж, штате Калифорния, из-за начавшегося лесного пожара площадью 800 гектаров эвакуировано 1500 жителей Турция В районе Карапынар округа Конья образовался провал грунта диаметром 40 метров и глубиной свыше 20 метров Китай Оползень сошел на автостраду в уезде Лейба в провинции Гуйчжоу Пострадало 6 человек Непал В результате схода оползня в районе Палпа пострадали 4 человека В течение дня на планете было зафиксировано 317 землетрясений Из них 103 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 6,3 24 сентября Россия Сильные снегопады прошли в Красноярском крае и Кемеровской области Словакия Громкие трубные звуки с неба услышали жители страны Такое явление происходит не первый раз и пугает очевидцев Объяснить этот феномен, происходящий только в Словакии, ученые не могут В течение дня на планете было зафиксировано 306 землетрясений Из них 65 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,7 25 сентября Вьетнам Обильные дожди вызвали наводнения в провинции Куангнинь Хорватия Сильные дожди вызвали наводнения в городе Дубровник Мексика Из-за сильных ливней на севере страны затоплен участок трассы между городами Нуэва-Лоредо и Монтерейх Китай В результате паводков в провинции Шен-Си пострадали 150 тысяч человек Эвакуировано 27 тысяч жителей Повреждено 2 тысячи домов и 12 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур В течение дня на планете было зафиксировано 365 землетрясений Из них 92 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 6 целых Примеры проявления доброты и человечности В городе Ульяновске в России местный предприниматель-грузоперевозчик Александр Бугар Несколько лет назад столкнувшийся с проблемой транспортировки тяжелобольных и инвалидов Решил помочь людям с ограниченными возможностями Он организовал компанию, куда можно позвонить с просьбой предоставить бесплатную помощь По транспортировке тяжелобольных, пожилых людей и инвалидов Также людям, которых выписывают из больниц, помогают добраться к их домам Помогают всем, кто позвонит по любому поводу Спустить на улицу или прокатить на инвалидной коляске Александр понимает, как это тяжело, когда человеку некому помочь И говорит, что пока у него будут силы и возможности, будет и дальше бескорыстно помогать другим людям Если каждый делает добро при делах своих возможностей Возможности добра становятся беспредельными 26 сентября ЮАР На севере провинции Лимпопо выпал град размером с куриное яйцо Уганда В районе Рубанда в результате схода оползня, вызванного ливнями, пострадало более 20 человек Коста-Рика Селевой поток сошел в кантоне Гроссия Греция Шторм, который обрусился на острова на севере Эгейского моря, повредил дороги и здания, а также вызвал сход оползней На острове Самотраки введено чрезвычайное положение В течение дня на планете было зафиксировано 380 землетрясений Из них 62 магнитудой свыше 4, максимальная магнитуда составила 6,5 27 сентября Гондурас От наводнений и сошедствия оползней в стране пострадали тысячи человек Индонезия Вышедшая из берегов из-за сильного ливня река вызвала затопление улиц в городе Джакарта Турция Проливные дожди привели к затоплениям улиц города Стамбул Китай От обильных дождей в округе Ваньюань сошел оползень Повреждены 13 домов В течение дня на планете было зафиксировано 387 землетрясений Из них 42 магнитудой свыше 4, максимальная магнитуда составила 5,7 Любовь к Богу – это не познание Богомыслия Не мысль о собственной любви к Богу А акт переживания единства с Ним Эрих Фром Искусство любить 28 сентября Италия Сильный ливень привел к подтоплениям улиц города Сиракуза Турция В провинции Ризе сошли оползни и грязевые потоки Никарагуа Улицы города Монагуа пострадали от затоплений Мексика Обильные дожди вызвали наводнения в штатах Киретера, Куауила и Нуаево-Леон Тринидад и Табаго На острове Тринидад образовались паводки Россия От сильного ветра с порывами до 34 метров в секунду пострадал город Новороссийск В течение 28-29 сентября на планете было зафиксировано 817 землетрясений Из них 160 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,6 Впервые за всю историю метеонаблюдений в Атлантическом океане за один сезон сформировалось 8 ураганов подряд Ураган Харви обрушил на регион 124 триллиона литров воды, что составляет 77% веса Эвереста, наибольшей наземной горы на планете По расчетам ученого из лаборатории реактивного движения НАСА Криса Миллинера, масса воды была настолько огромной, что кора Земли под ее весом деформировалась и просела на 2 сантиметра Также ученый обнаружил, что в некоторых районах штата Техас в США земная кора поднялась кверху По словам ученого, обратно кора восстановится, когда выпавшая вода отступит Всего за неделю более 156 тысяч человек стали климатическими беженцами Разрушительные ветра во время ураганов сносят постройки и все то, что человечество сумело построить Казалось бы, ничто не способно противостоять силе стихии Но такой пример стойкости показывают пальмы во время ураганов Пальмы, хрупкие с виду, способны выстоять, когда все окружающие сооружения гнутся под натиском ветра А большие деревья вырываются вместе с корнями Эколог-ботаник Дан Мэткалф обратил внимание общественности на то, что природа очень гармонична И она создала пальмы с особыми свойствами, которые помогают им выжить во время разрушительных ураганов и цунами Во-первых, это разветвленная корневая система, расположенная на верхних уровнях почвы Охватывая большую площадь, способствует не только быстрому получению питательных веществ Но и является отличным якорем, сохраняющим пальмы во время самых сильных ветров Во-вторых, это специальный ствол Различные деревья имеют радиальный ствол, увеличивающийся с каждым годом по так называемым годовым кольцам А это увеличивает стойкость деревьев, но они утрачивают гибкость Пальмы же состоят из большого количества маленьких пучков древеносного материала Наподобие пучков проводов внутри телефонного кабеля Благодаря этому пальмы приобретают большую гибкость и способны сильно сгибаться меломаясь В-третьих, это листья Во многих деревьях широкая площадь ветвей и листьев во время сильного ветра Становится для деревьев парусом, который способствует тому, чтобы дерево вырывалось с корнями из почвы Их ветви легко ломаются У пальм таких ветвей нету, и они устроены совершенно другим способом В солнечную погоду их листья образуют навес А во время стихийных бедствий складываются, что сводит к минимуму сопротивления ветру Пальмы — это не только хороший строительный пример для нашей цивилизации Но и напоминание, что во времена надвигающихся катаклизмов Выжить мы сможем лишь при наличии внутренней духовной опоры Объединившись с другими людьми Объединение людей — залог выживания человечества Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал И будьте в курсе новостных климатических событий в мире О климатических событиях в мире и решении климатических проблем Читайте на сайте geocenter.info А также на сайте allatradefis.science.org И в докладе учёных AllatRa Science О проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле Эффективные пути решения данных проблем Субтитры создавал DimaTorzok